Всем добрый вечер еще раз. Тема моего доклада – ассоциативные правила в маркетинге и медицине. Что же такое ассоциативные правила? Ассоциативные правила – это одно из приложений интеллектуального анализа данных, или дейта майнинг. Здесь на слайде приведено классическое определение дейта майнинг, то есть это процесс поддержки принятия решений, основанных на поиске в данных, скрытых закономерностей. Иными словами, интеллектуальный анализ данных – это технология поиска в больших объемах данных, неочевидных, но объективных и полезных на практике закономерностей. Ассоциативные правила являются одной из задач дейта майнинг наряду с такими задачами, как кластеризация, классификация и прогнозирование. Но в отличие от предсказательных задач, классификации и прогнозирования, в которых нам требуется, во-первых, разработать некоторую модель, во-вторых, проверить ее качество на наборе данных с заранее неизвестными результатами, Ассоциативные правила и кластеризация относятся к описательным задачам, то есть они направлены на более углубленное понимание анализируемых данных. Здесь ключевым моментом является более прозрачность и доступность для интерпретации выявленных закономерностей. Вообще, суть ассоциативных правил заключается в поиске часто встречающихся наборов элементов в большом множестве наборов элементов. То есть целью ассоциативного анализа является поиск закономерностей между связанными событиями. Вообще, изначально задача поиска ассоциативных правил возникла в задаче анализа тенденции поведения покупателей в супермаркетах. То есть анализировались данные о покупках, которые покупатели складывали в свои тележки. Отсюда даже возникло второе название этой задачи – баскет-анализис. Какие же данные мы сможем получить, имея информацию о том, какие товары покупатели складывают в свои покупательские корзины? Во-первых, какие сочетания продуктов чаще всего приобретаются в какой последовательности? Какими категориями покупатели какие категории продуктов приобретаются наиболее часто и так далее? На основании данной информации далее мы сможем более оптимальным образом планировать закупку товаров, распределение товаров по полкам в магазине, это шоу-менеджмент. Можем планировать рекламные акции, скидочные акции и так далее. Например, если у нас есть информация о том, что такие товары, как конфеты, чай и кофе часто покупаются совместно, наверное, имеет смысл либо объединять их в какие-то комплекты со скидками, либо распределять их в непосредственной близости на полках в магазине, и таким образом стимулировать покупателей приобретать эти продукты. Аналогичным образом можно действовать в сфере услуг, то есть имея информацию о том, какими услугами пользуется клиент, например, в течение месяца, также можем формировать некоторые более оптимальные пакеты услуг. Ну, повсеместным таким примером применения ассоциативных правил является такое уведомление, как с этим товаром часто покупают, то есть, например, вы покупаете онлайн-курс по машинному обучению, а вместе с ним вам предлагают таким образом приобрести, например, курс по питону. Однако есть еще одна очень важная сфера применения ассоциативного анализа, это, конечно, медицина, где, собственно, анализу подвергаются симптомы и болезни, и на основании данных об их частых сочетаниях мы сможем эффективным образом проводить диагностику. Ассоциативным правилом является выражение вида «если условия, то результат», где в условии, в отличие от задачи классификации, это не логическое выражение, это набор элементов, которые встречаются во множестве, также ассоциированном с множеством результатов. Так же, как и любая задача интеллектуального анализа данных, в задаче ассоциативных правил существуют собственные метрики. Во-первых, это поддержка. Поддержка показывает, насколько часто данный набор встречается в записях исследуемой базы данных. При анализе ассоциативных правил аналитик задает минимальный порог поддержки, и здесь следует действовать очень аккуратно, так как если задать порог поддержки слишком высоким, то есть риск таким образом отсеять важную информацию, просто потому что она не удовлетворяет минимальному порогу. Если же задать порог слишком низким, то здесь, наоборот, есть информация получить множество дублирующих друг друга, очевидных каких-то и также неинформативных правил, которые также несут ущерб информативности нашего анализа. Поэтому здесь следует действовать очень внимательно. Помимо поддержки существуют также такие метрики данной задачи, как достоверность. Достоверность показывает вероятность наличия в всех записях с товаром X наличия товара Y. Очевидно, чем больше достоверность, тем правило точнее. Также есть еще одна метрика, которая называется лифт или улучшение. Она показывает также одновременную встречаемость объектов X и Y, но здесь уже учитывается безусловная вероятность нахождения наборов X и Y в базе данных. Ну, как, например, вычисляется достоверность? То есть из четырех записей, содержащих яблоки, три из них содержат конфеты. Соответственно, поддержка правила «если купил яблоки, то купил конфеты» равна 3 четвертым. Ну, здесь я хочу привести небольшой пример, каким же образом мы сможем применить метрики достоверности, например, улучшения при анализе ассоциативных правил. Вот здесь приведен пример некоторых признаков базы данных с указанием их поддержки. У конфет 10%, газировка 20%, также там ягоды, косметика. Приведены три ассоциативных правила. Рассмотрим первое из них, с самой наибольшей достоверностью 20%. Данное правило, обладая достоверностью 20%, не вследствие однозначной закономерности, которая выведена между конфетами и газировкой. Здесь мы наблюдаем пример на самом деле случайного угадывания. Обратите внимание, что газировка – это наиболее популярный продукт в нашей базе данных. И он явным образом не ассоциирован с наличием, например, в конкретных покупках с конфетами. Соответственно, связь между данными объектами не является четко установленной. И об этом свидетельствует наш показатель лифт, улучшение. Он равен единице. Если улучшение равно единице, это свидетельствует об отсутствии значимых ассоциаций между нашими исследуемыми наборами элементов. Если улучшение было бы больше единицы, тогда это свидетельствовало бы о том, что наборы х и у из условий и результата появляются чаще совместно, чем по отдельности. А если лифт был бы меньше единицы, то это свидетельствовало бы о том, что наоборот, покупка этих продуктов, товаров чаще происходит по отдельности. Далее мы рассмотрим основные алгоритмы поиска ассоциативных правил. В частности, наиболее популярным алгоритмом поиска ассоциативных правил является метод Априори. Его реализация встречается во многих языках программирования, во многих готовых пакетах. Вот здесь приведен пример реализации на R с выводом такой диаграммы. Достаточно наглядной диаграммы. Здесь узлы характеризуют поддержку нашего правила, размер узла, а цвет узла характеризует улучшение, показатели улучшения. И здесь сразу визуально можно выявить несколько явных закономерностей. То есть, во-первых, такой продукт, как лук, чаще всего покупается совместно с другими овощами и корнеплодами, чем по отдельности. Это вполне логично, так как это довольно специфический продукт, чаще используется скорее в сочетаниях с какими-то овощами. С наиболее высокой поддержкой обладают правила, в которые входит молоко. Думаю, здесь тоже не следует долго объяснять, по какой причине популярным продуктом является молоко. Это достаточно очевидно. Но интересным также является правило, которое свидетельствует о том, что творог покупается в два раза чаще вместе с тропическими фруктами. Это можно объяснить таким образом, что, может быть, эти сочетания продуктов используются в приготовлении каких-то десертов. Это я хочу еще уточнить. Использовался встроенный набор данных в Броссерис. Далее рассмотрим основные шаги и этапы алгоритма априори. То есть на первом этапе алгоритма априори происходит формирование наиболее часто встречающихся наборов объектов. То есть сканируется наша база данных, формируется список одноэлементных кандидатов, ну, всех, по сути, признаков в нашей базе данных. Ну, как вот здесь вот на первом шаге у нас хлеб, кола, молоко и так далее. Далее формируются из указанных кандидатов формируются пары, триплеты и так далее, пока возможна дальнейшая генерация. Важным замечанием является здесь то, что на каждом шаге наборы кандидатов, поддержка которых не удовлетворяет минимально заданному порогу, эти наборы кандидатов исключаются из дальнейшего рассмотрения. И вторым этапом работы с ассоциативными правилами является, собственно, формирование самих закономерностей на основе минимально заданного порога достоверности. Конечно, алгоритм априори вообще выглядит доступным достаточно для понимания, несложным. Этим, по сути, он объясняется отчасти его популярность среди остальных алгоритмов. Но, конечно, он не лишен своих недостатков. Во-первых, первым недостатком стоит отметить сам процесс генерации кандидатов в алгоритме априори. То есть он является достаточно затратным по времени, по памяти, ну вот рассмотрим конкретный наш пример. Здесь в базе данных имеется шесть признаков. Если бы мы использовали для генерации кандидатов полный перебор, то итоговое число всевозможных составленных наборов состояло бы 64. Если бы данных признаков было порядка, например, 100, то количество сгенерированных наборов составило бы где-то 10 в 30 степени, что представляет собой, конечно, достаточно серьезные затраты в памяти и в скорости. К счастью, в алгоритме априори этот момент учтен посредством введения такого правила, как правило антимонотонности поддержки, которое гласит, что с увеличением размера наборов кандидатов поддержка либо уменьшается, либо остается такой же. Как раз именно это позволяет нам исключать на каждом шаге наборы кандидатов, поддержка которых уже не удовлетворяет минимальный, так как в дальнейшем любые наборы, сгенерированные из данных кандидатов, они будут обладать либо такой же поддержкой, либо уже наименьшей. Вторым недостатком алгоритма априори, конечно, является многократное повторное сканирование базы данных на предмет соотнесения наших сгенерированных кандидатов с реальными записями транзакций в базе данных. То есть каждый раз, когда мы генерируем такого рода наборы кандидатов, мы должны соотнести, присутствуют ли данные наборы в нашей базе данных. Чтобы избежать такого попарного сравнения, предлагается разработать некоторые более оптимальные структуры хранения данных, например, какое-нибудь хэш-дерево с разработанной хэш-функцией. Это позволит значительно ускорить поиск по сравнению с попарным сравнением. Однако существуют также альтернативные априори-методы, использующие принципиально другие подходы. Например, алгоритм Frequent Pattern Growth, или выращивание наиболее часто встречающихся наборов. Здесь, по сути, данный алгоритм использует крайне компактную структуру представления наших транзакций, это Frequent Pattern 3. Здесь каждый узел содержит, во-первых, значение элементов, во-вторых, поддержку, уже рассчитанную, в-третьих, конечно, ссылки на дочерние элементы. Какие проблемы решает данный алгоритм? Во-первых, в данном алгоритме отсутствует многократное сканирование базы данных, в отличие от алгоритма априори. Здесь происходит всего лишь два сканирования. И, во-вторых, в принципе, процесс генерации кандидатов, он отсутствует за счет удобного, как я уже сказала, компактного представления структуры данных. И для того, чтобы сгенерировать сами правила, мы должны построить такие условные базисы для каждого элемента, а не выполнять какой-либо перебор. Третий альтернативный алгоритм – это Eclat. В отличие от предыдущих рассмотренных алгоритмов, данный алгоритм рассматривает вертикальное представление транзакции. Что это значит? В алгоритме априори каждая запись транзакции представляла собой ключ – это ID транзакции, а значение – это набор продуктов, входящих в транзакцию. В алгоритме же Eclat все наоборот. Ключ представляет собой конкретный продукт, а значение – это набор транзакций, в которые встречается данный продукт. На основании данных записей формируется TID множество. Какую проблему решает данный алгоритм? То есть, во-первых, здесь уже сканирование базы данных сокращается всего лишь до одного. Мы единственный раз формируем TID множество, а затем поддержка каждого элемента вычисляется просто путем пересечения записи TID множества. Однако здесь также есть один существенный недостаток, как необходимость хранения такого объемного множества памяти, за счет чего, конечно, скорость алгоритма может фактически страдать. Но, тем не менее, алгоритм очень похож, по сути, на априори. Далее рассмотрим некоторые примеры применения метода ассоциативных правил, например, на питоне. Здесь на этом слайде просто предоставлен фрагмент данных. Есть метод, который преобразует указанный фрагмент данных в необходимый формат для предоставления нашим методам FPGrowse и априори. То есть, простым образом вызываются методы априори и FPGrowse. Здесь представлен вывод метода априори, то есть такой список правил. Ну, здесь вот этот формат включает в себя также показатели основных метрик, support, confidence, lift. Это вывод алгоритма априори, однако вывод алгоритмов FPGrowse и EGLAT будет очень сильно похож. Практически будет аналогичным, за исключением одного принципиального момента, о котором я сейчас расскажу. Вот на этом слайде представлено сравнение производительности данных методов, полученные в результате практического применения этих методов. То есть, мы видим, что быстрее всех задач и поиска ассоциативных правил справился алгоритм FPGrowse. Алгоритм априори был, конечно, медленнее, но критическим моментом здесь является, обратите внимание, на количество сгенерированных правил в результате данных алгоритмов. В результате применения FPGrowse было сгенерировано 13 ассоциативных правил, а в результате априори 18. Что это значит? За счет ускорения процесса перебора алгоритм FPGrowse просто-напросто исключил некоторые правила, которые вполне могли быть важными и информативными. Это, конечно, серьезный минус в точности данного алгоритма, хотя он, конечно, превосходит по скорости априори. Априори гарантирует, что никакие правила не будут утеряны в процессе перебора. Априори в сравнении с ЭКЛАД проявили одинаковую точность, и даже априори оказался несколько быстрее, чем ЭКЛАД. Возможно, это даже связано с конкретной реализацией алгоритма на R. Поэтому при выборе конкретного алгоритма для анализа ассоциативных правил следует, конечно, найти некоторый баланс между точностью решения и между требуемым временем выполнения алгоритма. Одной из важных сфер применения метода ассоциативных правил, конечно, является медицина и задача медицинской диагностики. Здесь я рассматриваю задачу диагностики такого заболевания, как атеросклероз и артерии конечностей. Для диагностики данного заболевания частной задачей являлся поиск коморбидных заболеваний, то есть заболеваний, сопутствующих атеросклерозу артерии конечностей. Вот на данном слайде предоставлен фрагмент исходной базы данных. Это реальная база данных обследования пациентов Багучерского района, проведенного в 2014 году. Данная база данных была предоставлена нам специалистами Воронежского областного кардиологического диспансера. Здесь мы видим, что база данных содержит различные признаки, такие как возраст, пол, показатели давления, пульс, также показатели анамнеза или клинические параметры пациента, то есть гипертония, стенокардия. Что это значит? Что у пациента в анамнезе присутствует, например, стенокардия или гипертония, если соответствующая запись принимает значение 1. Медицинскими экспертами было предложено провести диагностику заболевания атеросклероза с помощью использования трех маркеров. Описания данных маркеров приведены также на слайде. Три маркера – Arms Index, Legs Index и LPI, которые свидетельствуют об асимметрии давления на руках и ногах. Причем LPI является международно принятым признаком, который свидетельствует, вообще говоря, о различных сердечно-сосудистых патологиях. С помощью метода ассоциативных правил, соответственно, требовалось построить такие правила, в которые бы входили наши маркеры атеросклероза. И на основании этих правил можно было бы сделать выводы о том, какие заболевания чаще всего сопутствуют нашим маркерам. Ну, в данном случае, вот в виде диаграммы представлены некоторые правила, в частности, показывающие, что наши маркеры LPI и Legs Index наиболее сильным образом сопутствуют гипертонии и диабету. То есть, если у человека присутствует диабет, то, скорее всего, у него будут развиваться данные маркеры атеросклероза. Между ними существует тесная связь. Мы здесь также видим, что, например, чаще всего среди пациентов, наблюдаемой выборки, встречалось такое заболевание, как гипертония. И множество различных других правил можно выявить. С помощью данного метода некоторые интересные правила представлены также на этом слайде. Но, опять же, при получении набора ассоциативных правил следует определить, в общем-то, их ценность. И для этого введена специальная классификация ассоциативных правил, которые выделяют такие три класса. Во-первых, правила могут быть полезными. То есть, полезными – это значит, что мы получили какие-то ранее неизвестные закономерности, которые ранее были неизвестны, но могут быть логично объяснены и далее применены на практике. Например, здесь, среди списка данных правил, полезным я бы выделила такое правило, как из гипертонии в сочетании с ладошечным плечевым индексом следует повышенное пульсовое давление. Почему это правило является полезным? Потому что оно выявляет взаимосвязь между двумя типами асимметрии давления у человека. ЛПИ – это асимметрия давления по рукам и ногам. И пульсовое давление – это асимметрия систолического и диастолического давления. Это достаточно интересное наблюдение, которое ранее, собственно, не было выявлено, но оно является достаточно полезным. Правила могут быть также тривиальными. Они могут быть легко объяснены, но конкретного практического результата пользы они в себе не несут. Вот, например, здесь какое правило является тривиальным? Из повышенной глюкозы следует диабет. Мне кажется, это все знают и достаточно очевидно. Существуют также неочевидные правила. Ну, на самом деле вопрос очевидности и неочевидности правил, конечно, еще зависит от эксперта, который интерпретирует эти закономерности. Например, если будет интерпретировать правило из… Вот последнее правило у нас свидетельствует о том, что у женщин в пожилом возрасте с абдоминальным ожирением, то есть в области талии, часто присутствует хроническая сердечная недостаточность. Мы можем доверять этому правилу, да, как, например, не медицинские специалисты, а, например, уже профессиональные медики смогут какое-то дать конкретное обоснование. Для них эти правила будут, может быть, тривиальными, могут быть неочевидными. Здесь, конечно, требуется доверять исследованиям экспертам в исследуемой области. Далее я рассмотрю форматы предоставления данных для ассоциативного анализа. Ну, во-первых, так как у нас классическая постановка задачи – это задача рыночной корзины, мы работаем со списком транзакций, и классический формат предоставления данных будет именно такой, как вот изображен на этом слайде. Каждая запись базы данных будет содержать ID транзакции и продукт. Но, как правило, ну, например, вот методы в питоне, которые использовала я, они, как правило, принимают на вход список продуктов вот в таком виде, который изображен на правой картинке. Соответственно, для того, чтобы нам преобразовать данный формат в список продуктов, нам необходимо просто всего-навсего выполнить группировку в Pandas. И таким образом дальше мы можем работать с полученным списком. Если мы говорим о формате предоставления уже медицинских данных, то, скорее всего, это будет, вот как была предоставлена нам на практике, это будет, скорее всего, такого вида таблица, в которой будет ID пациента и будет несколько признаков, да, в зависимости от того, какие обследования проводились у пациентов. Вот здесь представлен срез данных, где в столбцах присутствуют все клинические показатели пациентов. То есть наличие у пациента стенокардии, ванамнезии, инфаркта, инсульта, диабета и так далее. Ну, здесь также достаточно просто привести данные вот в конкретном формате, привести точно так же к списку, только здесь будет не список покупок покупателя, а список заболеваний пациента, вот в таком виде. Для этого просто потребуется закодировать наше положительное значение, ну, вот, которые равны единице, закодировать просто их конкретными текстовыми метками и разместить, и точно таким же образом организовать в список. Ну, метод ассоциативных правил на самом деле может использовать не только категориальные признаки, которые вот были приведены на вот этом слайде. Вот эти признаки являются, конечно, категориальными, они вообще принимают значение либо ноль, либо один. Но ведь медицинские данные могут содержать не только там информацию о наличии у пациента в анамнезе каких-либо заболеваний, медицинские данные могут содержать в себе множество показателей числового характера, такие как давление, пульс, рост, вес, всевозможные. С такими показателями мы тоже можем успешно работать. Для этого просто необходимо закодировать наши числовые показатели, выделить несколько диапазонов, получить несколько категорий. Например, как тут мы выделили давление низкое от 0 до 60, среднее от 60 до 90, высокое от 90 до 110. Получили три категории и точно таким же образом поместили их в список заболеваний пациента. И дальше именно данную структуру мы передаем на вход нашим методам априори, в ГРОС, какой будет выбран. Стоит также сказать, что когда я рассматривала задачи рыночной корзины, я, как говорила, рассмотрим взаимосвязь покупок молока, покупок конфет, грубо говоря. Но на самом деле в кассовом чеке у нас покупки не представлены только какими-то общими категориями. Молоко, конфеты, у нас существуют наименования, производитель и так далее, какие-то еще параметры. То есть в данном случае имеет смысл не исследовать зависимость, например, между продуктами молоко воронежское и молоко липецкое, а выделить их в отдельную категорию молоко. Для этого такая возможность есть в ассоциативных правилах. То есть, например, как здесь на данном рисунке, мы можем объединить пепси и колу в холодные напитки. Можем объединить различные виды молока в одну категорию молока. Можем объединить хлеб белый, хлеб черный в одну категорию хлеба. И в зависимости от выбранного уровня иерархии мы уже сможем выполнять необходимый нам анализ. Это такое предоставляет достаточно большую гибкость аналитику. То, что мы можем с помощью иерархических таких структур формировать наш дальнейший поиск, организовывать дальнейший поиск. И еще одним важным расширением, я бы сказала, метода ассоциативных правил, конечно, является секвенциальный анализ. Чем отличается секвенциальный анализ от ассоциативного? Тем, что здесь мы исследуем не просто события, а последовательность событий. Отличается оно от ассоциативного анализа введением отношения порядка. За счет чего вводится отношение порядка? За счет, самое простое, введения временных меток. Например, рассмотрим данную таблицу, которая отражает сбои, произошедшие на каких-то станциях. Имея информацию о последовательности произошедших событий, произошедших сбоев, мы сможем в дальнейшем предсказать, как возникновение следующих сбоев, так и даже предсказать их конкретное время, может быть, возникновение. На какой станции они могут произойти и так далее. Такого рода прогнозирование позволит нам применить профилактические меры, предотвратить какие-то серьезные негативные последствия предстоящих сбоев. И, собственно, в этом заключается основной результат такого рода анализа. На самом деле, собственно, на этом я бы сказала, что доклад закончен. Спасибо за внимание. Рада буду выслушать ваши вопросы. Вы говорили, что мы рассматриваемся на сферах и 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 на сферах. В сфере рынка и в сфере медицины используются ассоциативные правила. На самом деле ассоциативные правила можно использовать в любых задачах, там, где требуется найти закономерности между связанными событиями. В частности, так же, как я приводила пример, рынок услуг, например. Всевозможные задачи, где нам требуется проанализировать какие-то сочетания происходящих событий, какие-то последовательности. Но чаще всего, да, это действительно задача, направленная на какие-то данные покупок потребителей. Может быть, анализируются какие-то запросы тоже потребителей в интернете. Ну, на самом деле сфера не ограничена в применении. Оценить, во-первых, можно, используя метрики, которые я приводила. То есть, например, если у нас есть высокий показатель улучшения, то это свидетельствует о высоком качестве связи между данными событиями. Во-вторых, очень важно иметь эксперта в исследуемой области, да, как в нашем случае. Это был доктор, профессиональный кардиохирург, которому были предоставлены наборы правил, и он критическим образом, конечно, их оценивал. Без эксперта, например, программисту-разработчику будет крайне сложно оценить достоверность правила. Из диабета следует атеросклероз. Это практически невозможно. Прогнозирование – это, в принципе, предсказание каких-либо значений. Прогнозирование цены на золото. Нет, вы говорили, что какие-либо поясы. А какой вопрос? Ну, здесь вы говорили, что вот на том, что всегда, может быть, что есть, может быть, какой-то, ну да, вот там, что происходит. Ну, то есть, здесь мы, имея последовательность произошедших событий, мы сможем предсказать появление аналогичных событий. То есть, имея информацию о сбоях АБЦДЕ, грубо говоря, мы можем предсказать появление сбоя АБЦДЕ в какой-то другой момент времени, в последующем, в будущем. Маша, такой вопрос. Ты говорила, что алгоритм отключается по перфонусу, и там при определенных условиях можно вообще вызвать комбинаторные дыры, у тебя очень много признаков. Скажи, пожалуйста, были ли у тебя реально проблемы с производителем, когда ты исследовала медицинскую базу данных, а оптимизировала ли как-то, и если бы не было проблем, то какие размеры объема данных, на свой взгляд, должны вызвать проблемы с производительностью, потому что если вам было 1,6 секунды, то это вам не проблемно. 1,6 секунды – это совершенно не проблема. Так, какие могут, возникали ли у меня на практике проблемы с производительностью, проблемы возникали. То есть при анализе медицинских как раз данных мне необходимо было задать достаточно маленький порог поддержки, потому что мне необходимо было учесть правила, содержащие маркеры атеросклероза. Маркеров атеросклероза было достаточно маленькое количество. Они обладали достаточно низкой поддержкой, и мне требовалось сказать маленький этот порог поддержки. В связи с этим в результате выполнения априори у меня был получен очень большой список этих правил. Алгоритм выполнялся порядка нескольких минут, но, к сожалению, мне необходима была высокая точность алгоритма. То есть как раз поэтому я выбрала априори, потому что мне крайне важно было получить все возможные закономерности, содержащие в себе маркеры атеросклероза. Я не могла каким-то образом оптимизировать, да, и рисковать, ну, точностью, и рисковать тем, что у меня в результате алгоритма исключатся правила, содержащие маркеры. Ну, при каком количестве признаков возможен взрыв? Ну, я, честно говоря, не исследовала. Ну, думаю, если их будет, конечно, порядка ста, то будет проблематично уже вызывать метод априори. В моем случае максимальное количество признаков было порядка, наверное, десяти. Ну, как раз медицинские данные. Даже не десяти, даже, я бы сказала, пятнадцати, учитывая еще числовые признаки. Вот. Какого-то взрыва, конечно, не произошло, но проблемы вот были. Маш, вопрос. А какую ты базу данных использовала для хранения этих данных? И у тебя несколько минут это занимало, потому что очень много было обращений к БД, или потому что сам алгоритм долго работает на пятнадцати признаках? Это не физическое БД, это текстовый файл с данными, который потом преобразовался в списке в питоне, подавался на вход в методу априори. Фактически нет проблемы с обращением к базе? Нет. Есть проблемы в in-memory, когда оно реально может долго обработать? Проблемы конкретно, да, в методе внутри. А почему питон? Почему не какой-нибудь .NET Java, который побыстрее умеет это делать все, наверное? Откуда информация, что питон, Java, мы это побыстрее идем? Глобально Java и Java.NET побыстрее, чем питон. Если у тебя есть проблемы с тем, что тебе надо долго высчитать, ты можешь это сделать. Да, можешь вообще на си написать будет. Ну давай с тобой после конференции поищем реализации методы априори и будем делать дальше на Java и на .NET. Напишем на си. И напишем на си, да. Просто существует действительно большое количество реализаций данных алгоритмов, как я уже сказала, везде. Но я думаю, и в Java, и в питоне, конечно, они тоже есть. И в Java, и в .NET, и в питоне тоже. Простор для творчества не ограничен, да. Мария, а вы можете сказать, как вы считаете на практике, как часто необходимо пересчитывать ассоциативные правила, чтобы они оставались актуальными? Ну, либо это медицина, либо то же самое, торговля. Ну, как только обновляются наборы данных, я думаю, следует, конечно, пересчитывать ассоциативные правила, если так можно сказать. Ведь описательные задачи, они в какой-то степени зависят от исследуемого набора данных. Да, они отражают все-таки закономерности конкретного исследуемого набора данных. Они могут быть, может быть, не всегда объективными, да, но, тем не менее, эти закономерности, их очень полезно знать, потому что они могут пригодиться действительно в будущем. То есть, соответственно, каждый раз, когда у нас обновляется, появляется новая информация, да, имеет смысл проверить, не появились ли какие-то новые, интересные, полезные закономерности. Я просто неинтересный. Вы вот говорили, что несколько минут – это довольно долго алгоритм работает. Но это же, скорее всего, связано с тем, как часто его запускать. То есть, новые данные появляются. Это же тоже некоторое условное понятие. В магазинах каждый день новые чеки приходят, но не будут же пересчитывать их при появлении, когда каждый новый покупатель будет делать покупки. Ну, берется какой-то срез, скорее, за период, и тогда это будет отражать закономерности сделанных покупок в какой-то там, например, период времени. Ну что, большое спасибо, Маш. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...